Привет! А в этом видео мы расскажем ТОП 5 самых эффективных диет для похудения. Любая женщина, столкнувшись с набором лишнего веса, стремится похудеть и придать своему телу легкость и стройность. На сегодняшний день есть множество методов для достижения этой цели. Это и физические упражнения, обертывания, массажи, а также диеты. Итак, мы поделимся 5 самыми эффективными диетами, которые помогут вам сбросить лишние килограммы. Первое. Кефирное. Худеем за 3 дня. Особенностью такой системы является строгое питание согласно отведенному времени. Каждому приему пищи свое время для употребления. И основной продукт, который присутствует всю протяженность диеты, это естественно кефир. Эффективность напрямую зависит от того, каков ваш исходный вес. Чем он больше, тем больше количество килограммов вас будет покидать. Ознакомьтесь с примером меню на 3 дня, которое вы можете использовать в своем режиме питания по данной диете. Однообразное питание на каждый день. Интервал каждого приема пищи 2 часа. Проснувшись в 7 утра, выпейте 1 зеленый чай без сахара. Можете воспользоваться сахарозаменителем. Приготовьте себе морковный салат. 2 моркови на терке с 1 чайной ложкой оливкового масла. Далее. Кушаем 1 яблоко. Запиваем стаканом 1% кефира. Для обеда приготовьте отваренную говядину, где-то 100 грамм. Заменить можно белым мясом курицы или индейки без кожицы. На полдник у нас одно несладкое яблоко. Далее. Чернослив 10 штук. И последний прием пищи в 7 часов вечера. Он ограничивается одним стаканом такого же нежирного кефира. Второе. Средиземноморская диета. Рацион отличается сбалансированностью и содержанием полезных для организма витаминов, минералов и других полезных веществ. Средиземноморская система питания одобрена испанскими, греческими, итальянскими врачами и не противопоказана даже беременным женщинам. А также женщинам в период лактации и даже подросткам. Основными продуктами диеты являются овощи, фрукты, рыба, ограниченное количество нежирного мяса и сладких блюд. Как же работает средиземноморская диета? Рацион питания основан на полезных жирах, растительных продуктах, белковой пище, то есть подобран для полноценного питания без строгого подсчета калорий. Вредную пищу, включая фастфуд, жареные продукты, следует полностью исключить. Диета не предполагает дни голодания, а насыщение организма происходит постепенно в течение дня. Что же касается потери веса, то процесс похудения проходит медленно. Однако полученный результат можно удерживать всю жизнь. Если активно заниматься спортом и ежедневно выпивать не менее полутора литров воды, то килограммы начнут уходить быстрее. Средиземноморская диета считается самой сбалансированной диетой, которая помогает худеть, снабжает организм всеми полезными питательными веществами, исключая вредные продукты и сахар. Также средиземноморская диета положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой системы, используется в комплексной терапии и лечении онкологии, диабета, положительно влияет на нервную систему, а также хорошее настроение и способствует долголетию, а также хорошему состоянию кожи. При всех преимуществах диета дает медленный эффект похудения, что может не подходить людям с ожирением. К противопоказаниям относится индивидуальная непереносимость каких-либо продуктов. Третья диета гречневая. Минус 10 кг за неделю. Относится к очень строгим диетам. Ее сущность заключается в поедании основного продукта – это гречки, которая готовится с вечера. Нужно залить горячей водой гречку и подождать, пока она запарится. Можно это сделать в термосе. Скудное разнообразие продуктов составляет употребление кефира, либо зеленого чая. Но отзывы относят ее к одной из самых эффективных и полезных систем диетического питания. Важны условия, которые необходимо соблюдать в питании. Допускается кушать за 5 часов перед сном. Если очень сильно хочется кушать вечером или вы страдаете запором, за 1 час до сна вы можете позволить себе 1 стакан обезжиренного кефира. Важные условия приготовления гречки – это запаривание. Еще один продукт, который можно себе позволить – это слабой консистенции зеленый чай. Примерное меню на каждый день. За полчаса до завтрака приготовьте и выпейте стакан теплой воды, добавив чайную ложку меда и пару долек лимона. Собственно, завтрак должен состоять из небольшой порции запаренной гречки и зеленого несладкого чая. Обед такой же, как и завтрак. Ужин аналогично. Всегда помним про воду. Ее пить нужно не менее 2 литров в день. Четвертая диета – питьевая диета. Питьевая диета является экстренной мерой для сброса лишнего веса. Неделя – это максимальный срок, в течение которого вы можете ее придерживаться. Суть такого похудения состоит в употреблении только жидких продуктов. Если вы не едите, а только пьете, то вы снижаете нагрузку на пищеварительную систему, но при этом в организм поступают все необходимые вещества и микроэлементы. Во время питьевой диеты можно употреблять воду, чай и кофе, молоко, кефир, бульоны, овощные и фруктовые соки, питьевые йогурты, молочные коктейли, протеиновые коктейли, кисели и компоты. Строго исключается алкоголь и газированные напитки. Кроме этого, не стоит употреблять молочные продукты выше 2% жирности. Чай или кофе можно пить с сахаром или сахарозаменителем. За неделю такой диеты можно избавиться от 7 лишних килограмм. Все будет зависеть от особенностей вашего организма и от первоначального веса. Помните, чем больше вес, тем больше килограмм будет уходить. Пятая диета. Голливудская. Экстравагантное название эта система приобрела из-за популярности на Голливудской фабрике звезд. Основной ее компонент это морепродукты. Также необходимо отказаться от хлеба и тщательно следить за количеством потребляемых жиров, углеводов, сахара и соли. Звезды теряют с такой диетой в среднем по 7 килограмм. Продукты, которые следует употреблять согласно голливудскому режиму питания, это большие яиц, рыбных продуктов, белое мясо, фрукты и овощи с низким содержанием углеводов. Завтрак не предусмотрен. Единственное, что вы можете себе позволить, это одну чашечку кофе или чая или съесть половинку от грейпфрута. Метод обработки пищи – паровой, отварной, а также запекание. Питание традиционно распределяется по 5-6 подходов. И также не забывайте про обильное питье. Пейте воду не менее 2 литров в день. Это был топ-5 самых эффективных диет для похудения. Помните, что нужно стараться поддерживать свой вес в постоянном показателе, следить за своим настроением и аппетитом. А изощренные диеты и неправильное их соблюдение может быть противопоказано и может нанести существенный вред для организма. Прежде чем к ним прибегнуть, нужно взвесить все за и против и проконсультироваться с врачом-диетологом. Благоразумие должно быть главным моментом при соблюдении диеты для похудения. Будьте здоровы!